Как решается вопрос по возврату неиспользуемых земель, когда обеспеченность питьевой водой станет стопроцентной? Эти вопросы были в центре внимания постоянной комиссии Павлодарского областного Маслехата. На заседание постоянной комиссии по аграрным вопросам были приглашены представители общественности, прокуратуры, эксперты. Основные цели и задачи таких расширенных комиссий для того, чтобы Маслехат не был таким органом, который работает по какому-то графику, по старому формату. Все наши коллеги поддержали мою инициативу, нашу общую инициативу. И в результате этого до 1 сентября мы обозначили ряд актуальных вопросов. У нас есть взаимодействие с государственными органами, с исполнительной властью. В рамках этого вместе с телеканалом «Иртыс» с 1 сентября будет запущена рубрика. Рубрика о деятельности депутатов. Так что на примере областного Маслехата, нашей территориальной Маслехаты города, трех городов и десяти районов, эту инициативу примут. В ходе заседания выяснилось, что по итогам полугодия площадь нехватки пастбищных угодий сокращена на 29 тысяч гектаров и составляет на сегодня 129 тысяч. Проводится и работа по возврату неиспользуемых земель. До конца года должны вернуть 380 тысяч гектаров. На сегодня вернули 143 тысячи гектаров. Меньше 40% отработали по плану. Это Актагайский район, Теренголь, Акулы, Успенка и Щербактинские районы. Перед работой комиссии мы выезжали в регионы и все эти вопросы сами непосредственно посмотрели. Поэтому сегодня бодрые доклады государственных чиновников о том, что все у нас нормально и хорошо, сегодня не подтверждается. На заседании рассмотрели еще один важный вопрос – обеспечение питьевой водой сел при Литышке. На текущий год запланировано 44 проекта на 15,3 миллиарда в деньге. Обеспеченность населения водой тогда достигнет 97,8%. Бюджет 25-26 годов заложено 4 проекта на 2,1 миллиарда тенге. Но есть вопросы по срокам ввода некоторых объектов. Потому что выезжал в Акулы, поднимал вопрос обеспечения питьевой водой сам райцентр Акулы. На сегодня этот проект трехгодичный, переходит с года в год, но на сегодня работ никаких не ведется. И сегодня уже местное управление вынуждено подать суть на недобросовестного заемщика. Также вопрос сегодня поднимали по водопроводу села Моисеевка Железинского района, где также проведены определенные работы, действительно проведены. Но на сегодня нет конкретно, нет возможности взять воды. То есть с прошлого года этот вопрос не решен. Поэтому вот эти вопросы и другие мы сегодня обсудили, приняли постановление. И думаю, данный вопрос мы возьмем на контроль областных депутатов. По данным управления энергетики ЖКХ, в случае реализации всех вышеуказанных проектов, а также проведения мероприятий по оптимизации 18 малых сел, показатель доступа к централизованному водоснабжению к 2025 году составит 100%. Мурат Белмажит, Арман Якубов и Артас Акпарат.